Видео называется «Твич под запретом в России. Мэдисон в ЛДПР. Провал фонда кино». ЛДПР, видимо, уже вовсю готовится к выборам в Госдуму 21-го года, поэтому они резко вспомнили о том, что они самая молодёжная и продвинутая партия. Самым молодёжным и продвинутым лидером. Короче, если вы не слышали, они недавно затащили в свои ряды Мэдисона. У них там есть депутат Власов, который старается присосаться ко всему, что модно молодёжно, он там... Власов молодец, всё правильно делает. Несколько лет назад добавлялся ко всем в друзья, в итоге затащил к себе в помощники Юрия Хованского, и теперь через него ещё и... Ко мне даже добавился. И Мэдисона подтащил, то есть прям там такой... Ну, а Хованского он перетащил через меня. Тивчик образовывается, я думаю, ему ещё стоит Андрея Нефёдова позвать, и в принципе, будет вообще отлично. Блин, я хотел сначала подвести к тому, что депутат пиарится за счёт всех этих блогеров, которых потрепало жизнью, но что если вдруг он просто был их диким фанатом в 12-м году и решил всем помочь, вот их вместе собрать и поддержать до пенсии? А чё ж плохого-то в этом? Потому что, в принципе, сложно серьёзно рассматривать то, с чем Мэдисон на поклон пришёл к ЛДПР. Он сказал, что нужно организовать государственное финансирование видеоигр в России, как типа фонд кино, только фонд игр. Русскую Call of Duty сделает за 3 миллиона долларов. Такие игры стоят сотни миллионов долларов, при том, что частично всё равно делаются в России на аутсорсе. Это же тупо, даже по меркам постиронии, которые, скорее всего, будут оправдываться как самими участниками, так и их сторонниками. Да вы подумайте, я вступил в ЛДПР, чтобы попросить на русский Call of Duty 3 миллиона долларов у Мединского. Это же прикол! Мм, ну главное, чтобы тебе нравилось. У русских разработчиков, если что, и так всё неплохо. Ну, а почему-то она не единая Россия, не знаю, почему тогда ЛДПР. Если он в этом обвиняет блогеров, и, наверное, им имело смысл всё-таки вступать в партию власти, а не в оппозиционную партию правую. Которая вообще, по сути, имеет в России репутацию партии маргиналов. Это не как русское кино, они делают там мобильные игры, за которыми, в принципе, будущее зарабатывает огромные деньги. А если ты сделаешь в России русский GTA, то она не окупится, потому что в России недостаточно платежеспособного населения, чтобы такую дорогую группу купить, чтобы нормально в неё играть. А чтобы покорять Запад, такими продуктами нужны другие инвестиции, совершенно другого порядка. И эти деньги нужно точно не Мэдисон, давай, кстати, очень смеялся. Если вы не знаете, в принципе, Мэдисон недалёк от разработки видеоигр, под его брендом, скажем так, уже выходили небольшие игрушки, кто-то их разрабатывал, и он как бы их промоутировал. И последняя игра была про Чернобыль. До последнего момента он рассказывал, что сейчас будет клёвая игра, она выходит в Стиме, и в день релиза он пишет о том, что, ну, на самом деле, говно получилось, не вздумайте покупать, я больше с этими людьми не сотрудничаю. Вот и, наверное, было приятно такое слышать от человека, которого они, типа, игры делали, представляете? Ну, не надо было говно делать. Вот, он сделает хорошую Call of Duty, я уверен. Я, правда, не знаю, зачем они туда идут, может быть, мечтают о какой-нибудь депутатской неприкосновенности на случай очередной шутки про Коран, фиг знает. Пока что они рекламируют только одного депутата, который, скорее всего, офиген... Или, может, они ему денег не занесли, как бы, вовремя. Типа, обещали заплатить, не заплатили, он засрал их игру. Нормально, в принципе. ...отчёты шлёт своему начальству внутри ЛДПР. Тут же Булас, посмотрите, это рядом, вот назовите мне хотя бы одного единороса, молодого, который был бы симпатичен. У нас же просто в стране закрепилось мнение, что раз депутат, то сразу коррупционер и богач. Но нет, корочка — это всего лишь полдела. Для интереса, посмотрите, как живут там Поклонска и Милонов. Они далеко не богатые люди, это не то, что они скрывают что-то понятно. Там понятно, что они живут обычной жизнью, несмотря на весь хайп вокруг их имён, и вроде как влияние государственное депутатское. Но ведь, чтобы быть коррумпированным депутатом, недостаточно быть просто депутатом. Это не автоматически у тебя вторая профессия, получать её тоже нужно прокачивать. И вот если всё это блогерское пришествие, там, в ЛДПР и, может, какие-нибудь другие партии тоже кого-нибудь возьмут скоро... Коррумпированным депутатом. Какие интересные человекопредставления о жизни. А ничего, что на Западе в открытую действует институт лоббистов. Коррумпированные депутаты. Если всё это идёт под идеей того, что ребята просто пристроят свою жопу, то я думаю, что их ждёт такое сильное разочарование. Пам-пам. Так, ну вот видите, все засирают Мэдисона за то, что он в ЛДПР вступил и Хованского. Я считаю, что это неправильно, категорически не согласен с этим. Я считаю, что, наоборот, это отлично. Что именно оппозиционная правая партия, партия идеалов классического либерализма, привлекает молодых блогеров известных. Я считаю, что это замечательно. А все эти хуесосы, они просто завидуют, в общем-то. То есть максимум, что им светит в плане политики, политических притязаний, это какая-нибудь внесистемная оппозиция. Вовсе не солидная парламентская партия с богатой историей. Отсюда столько желчи на, значит, выдающихся людей. Пишут, лоббизм только в США легален. Ну, а что, США это типа плохая страна, что ли? Я вот не согласен с этим. Так, следующее видео называется «Как Мэдисон попал в ЛДПР». Так, это интересно. Блин, как к ним попасть? Мужик, ты не знаешь, где проход? Интересно, интересно. Это что за игра такая? Мужики, откройте, блин. Блин, как к ним, как к ним пробраться? Я хочу туда. Но давайте мыслить логически. Надо еще раз посмотреть внимательно. В ту дверь я пройти не могу. Может, я могу нырнуть где-нибудь и вынырнуть там? Я думаю, я бы не порадовал. Там лестница, там лестница была Мэдисон. Блин, они кайфуют по полной. Там такие интересные диалоги. Я чувствую, я чувствую, что та банька, она лечебная. Как бы, если бы я мог как-то попасть наверх. И спуститься к ним. Как называется эта игра, кто-нибудь скажите мне. Ага, ага. Я иду, мужики. Я к вам. Мысленно я уже давно с вами. Нет. Ладно, короче, валим из этих сраных бань. Для меня это важно, я идейный ЛДП рвец. Это гиди Альдо. Там, кстати, в помещении, где он смотрел на мужчин, там была какая-то лестница, которая вела вверх. Может быть, нужно было по ней подняться. И пишут, что это третья мафия. Ничего себе. Артём пишет, что этой игры не существует. Как? Подожди, как же не существует? А что же мы видели? Следующее видео называется «30-летие ЛДПР». Владимир Жириновский подвёл итоги работы партии. Видео с канала «Россия-24». Смотрим. Старейшую политическую партию России ЛДПР, которая отмечает сегодня 30-летний юбилей, поздравил Владимир Путин. На встрече в Кремле президент подчеркнул, что либерал-демократы всегда твёрдо и последовательно отстаивали патриотическую позицию и отметил особый вклад лидера партии Владимира Жириновского в политическую жизнь страны. Хочу вас поблагодарить за всё, что вы делаете для развития страны и в Государственной Думе, в парламенте страны. Да, я многое мог сказать бы сейчас про цифальные индексы людей, которые на экране, но я никогда в жизни не буду этого делать. В текущей работе я знаю, что вы всегда сам лично выступаете с патриотических позиций. Могут быть споры между... Нюансы. Да, могут быть споры по поводу того, как добиться нам тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим. Но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы самая жила лучше, была крепче, чувствовала свое уверение и люди жили в более комфортных условиях. Сегодня в рядах ЛДПР состоят около 300 тысяч человек. Местом для празднования выбрали торжественный, вместительный государственный Кремлевский дворец. Репортаж Ольги Мещеряковой. Семитысячный зал стоя встречает своего лидера. Аплодисменты переходят в овацию, но на сцене лишь верные партийцы. Небольшая техническая заминка, ведь он сюда прямо с парламентской сессии. Как долго готовы ждать Владимира Вольфовича? Сколько угодно, еще 30 лет. И вот, наконец, на всех партийных смартфонах главного зала страны. Продолжаем. Экспрессивен краток по делу, как всегда. Перед вами стоит наша гвардия, вот три наших губернатора. Похлопаем им. В сенаторах уже 7 человек. А 30 лет назад мы начали с нуля. ЛДПСС и Жириновский на слух уже не ложится. А 30 лет назад прогремело. Впервые через 73 года в Москве, в столице нашей Родины, открыто, легально, без всяких препятствий, на свой съезд смогли собраться участники совершенно новой политической партии. Исторические кадры. 90-й год, первый съезд, первый и на тот момент единственный в Советском Союзе оппозиционной партии. Страна только привыкает к этому не по-советски напористому лидеру. Еще не услышала сакрального. Мама русская, отец юрист. И предвидеть не может, что будет и новый парламент, и многопартийная система, и выборы, и в каждых. А держит свою победу, ни разу не оставшись за бортом. Первая в стране оппозиционная партия, либеральные демократы. Некогда отдыхать. Отпусков у депутатов нет. Вообще? Летом отпуск, он у нас недопустим. Партия стала взрослая, повзрослела, 30 лет. Но партийный костяк душой всегда молод. Это ветеран ЛДПР, Витя написан. Ну, это вручается, кто очень давно в партии. Сколько лет партии? Я много лет только. Около 20 лет. Я, например, 20 лет. Подчеркивая партийную принадлежность, они сегодня в синей-желтой гамме. Такой узнаваемой и гармоничной. Сувенирная продукция ЛДПР знаменита на всю страну. И чего здесь только нет. Радиоприемник, не пропустить важнейшие новости, будильник. Да, даже маргиналу немножко мерча подарили. Не проспать. Легендарная кружка с логотипом. Можно весь дом обставить, а можно семью одеть. И на все фойе разносится дружное, юбилейное. Ура! ЛДПР! 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 Ольга Мещерякова, Анна Митрохина, Максим Щепилов, Иван Мурашов, Александр Дворников. Вести. Да. Ладно, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Мэдисон и Камикадзе Ди о геях». Это отличное видео. Это настоящее шедевр. Потому что... Смотрите, в чем гениальность этого видео? Гениальность этого видео в том, что Мэдисон, он как бы притворяется геем. А Камикадзе Ди притворяется натуралом, который притворяется геем. Поэтому у Мэдисона, видите, лицо такое хитрое, озорное. А Камикадзе Ди, он такой, типа, блядь, лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться, что я на самом деле гей. То есть у него как бы внутреннее напряжение такое присутствует, и это вот даже на лице видно. Потому что одно дело... Это знаете, как в интервью вампира, значит, фильм был такой, да, интервью с вампиром. И там, значит, была такая фраза, что иногда вампиры притворяются людьми, которые притворяются вампирами. Вот то же самое и здесь. Такая многоходовочка. Диалектика, я бы даже сказал. То есть Камикадзе Ди притворяется натуралом, который притворяется геем. Сейчас. Ну что? Камикадзе, я тут посмотрел интервью недавно, Мэдисон, насчет геев. Как ты думаешь, что вот... Твое мнение о геях? Блин, ну те, кто этого реально волнует, недорогие люди. То есть геи есть, это нормально абсолютно. Если какие-то существуют против них гонения, по-любому, то есть какие-то политические инсинуации, еще что-то. Нормальный человек, он живет, его не интересует, он любит того, кто рядом с ним находится. Ну, а ты вот как считаешь? Ну, да, да. Нет, это понятно. Вот как считаешь, некоторые говорят, что это из зависти просто многие делают. Зависти, да, зависти. Когда у тебя есть хороший, надежный друг, который тебя любит, и... Ну, тяжело, готов сделать имя, нет. Замена этому? Я не знаю. Не знаю, какой там друг у тебя просто может быть, который там похлопит тебя по плечу, даст денег. А вот такой настоящей мужской дружбы крепкой, которая почему-то называется в область патрулизма, в России это нетрадиционно. Называть меньшинствами это глупость. Прогрессивные страны, Америка, Европа, они стоят на этом пути, и поэтому у них все в порядке. Именно поэтому. Это краеугольный камень. Но ты не хотел стать вот так бы более известным, чем ты сейчас, чтобы пропагандировать это? Мне не нужно это пропагандировать. Это не моя цель. Это... Да даже и не само. Просто... Дело в том, что... Что ты там? Дело в том, что мне приятно осознавать, что я вот не такой, как все сейчас. Когда вокруг меня будет увеличиваться количество геев, мы будем дружить, мы будем общаться, мы будем создавать видеоролики. Новый формат. У нас будет много разных идей, креатива. Потому что геи, они мало того, что они образованнее, грамотнее, они еще и худее. Я думал, только проститутки в Таиланде так делают, но сейчас я увидел, как Мэдисон делает этот жест. Вот считаю, что психологи говорят, что те, кто не горит геев, просто не уверены в себе и не могут определить свои арендации. Совершенно верно, совершенно верно. Ненавидеть геев... А ладно, потом съем помидорку. Ненавидеть геев, это все равно, что ненавидеть... Спасибо. Вот, видите, вот, следующий штук. Ненавидеть геев, это... Крещеный. С перчем любишь? Ну, кто-то знает. Ненавидеть геев, это все равно, что ненавидеть... Ненавидеть Иисуса. Да, ненавидеть маму. Что это такое? Иисуса одновременно. Ладно, я не знаю, что там с Иисусом, не важно, не знаю, кто он. Иисус другие. У него был 12 друзей, это 12, не помню. Но он ел другие. Все дело в том, что, если вы ненавидите геев, лично говорите об этом, то вы тем самым провоцируете других на любовь к ним. Если вы действительно ненавидите геев, то молчите. Все равно мы победим... Ферно они победят, да. А вы же считаете, что, ну, то есть, гейство, это... гейство, гомосексуализм, выясняется. Мужская дружба. Федерастия. Как угодно, ненегейство. Хорошо. По настоящему... Братство гейство, у меня, в общем, ассоциация такая. Знаешь, там, в обливиане, там, допустим. Адельфа поэзис. Братство меча, братство магов, и братство гейства. Братство пениса. Братство... То есть, ты считаешь, что настоящая мужская дружба, это когда можно облакотиться с одного и чё друга? Это отсылка к 12 стульям сейчас была, но никто не понял, потому что никто из вас не читал эту книгу, ведь вы зумеры, и вы не читаете книг. То есть, вот ты можешь облакотиться как следует наличие на плечо своего друга? Да. Да. Я чувствую поддержку. Я чувствую... На плечо приятно. Да. И на плечо Ильи, допустим. Как бы Илья, это не... Мне не интересно, он как обзорщик. Просто мы с ним хорошие друзья, мы общаемся. И мне вот именно приятно в Илье его, естественно, что-то не скрывает. Да. Он не фальшивка. А бабам, бабам. Нужны только деньги мои, обзоры, чтобы я вставлял там в титры, показывал фотографии, хвалил. Это грустно, это страшно. Он популярный, но при этом он не пытается что-то такое урвать какой-нибудь кусок. Он мой друг, и я могу на него положиться, и я ложусь на него. То есть, вы сошлись на том, что вы оба излюблены, и вас интересуют друг друга, не слова, а лично. Абсолютно. Можно совместиться вместе как трансформер своеобразной паровой любви, и мы будем в два раза сильнее, в два раза лучшее, в два раза смешнее, и народ нас будет любить в два раза больше, когда узнает, что мы геи. Мы взяли лучшее, если бы любить. Да. Таким образом. И я, честно говоря, горд. А вот, например, если Мэда назначат гей-икона, и кода, а тебя нет, то это не повлияет на высшие отношения? Я, наоборот, я буду любить Мэда еще больше, еще сильнее. Как будто ставить свечку к этой иконе и целовать меня в носик. Мне не нужно, чтобы тебя называли гей-иконой, чтобы целовать тебя в носик. Ты прекрасно знаешь. Ну, давайте на прощание какие пожелания нашим начинающим игрокам. Хотелось бы пожелать в новом году, чтобы любовь всегда была однополной. С Новым годом! Отличный тост! С Новым годом, подарьем! Да, это забавно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова